Девушки отдыхают 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 Ну, интересные разработки, на мой взгляд, были связаны с воздействием на магнитосферу. Сегодня от многих секретных лабораторий, которые были разбросаны по всему Советскому Союзу, ничего не осталось, кроме голых стен с облупленной краской, призывных плакатов к борьбе с врагом и разрушенных пультов управления. На эти заброшенные стратегические объекты можно наткнуться даже в глухом лесу. Когда-то здесь кипела жизнь. Сотни лучших ученых страны, работая в закрытых научно-исследовательских институтах, проводили эксперименты. Например, в сейсмонеустойчивых зонах они пытались поймать специфическую энергию земной коры. Предполагалось то, что перед землетрясением, вследствие деформационных процессов, будет меняться электрические свойства земной коры. И тогда вариации, например, кажутся в сопротивлении земной коры, можно использовать в качестве предвестника. Военные предполагали, что будут использовать эту преобразованную энергию для точечных наземных ударов. Легко представить, что произойдет, если в конкретном месте на определенное время изменится магнитное поле. Особенно, если армия врага высокотехнологична. Все сведется к обмену сильнейшими электромагнитными ударами. Война перейдет в плоскость электромагнитных бомб. Это бомбы, импульсы которых будут сплавлять все радиоэлектронные приборы в радиусе нескольких километров. И все будет мертвое. Будут мертвые системы видения, будут мертвые системы управления. Все электронное оружие будет уничтожено. Такой сценарий означал, что вражескую армию можно будет брать голыми руками. В принципе, с воздействием на магнитные поля, поскольку магнитные поля Земли инициированы, так сказать, токами, которые протекают, так сказать, внутри Земли, в принципе, на эти токи тоже можно воздействовать. Американские военные к разработке собственного климатического оружия, так называемого ХАРПа, приступили гораздо позже. После Второй мировой они, заполучив секретные документы, пошли по пути разработок Третьего Рейха, заострили внимание ученых на психике человека. Это направление, можно сказать, которое американцы бросили на разработку психоневрологического оружия. То есть что они делали? Они фактически продолжали опыты нацистов, которые в Дахау, в концлагерь Дахау, изучали действия различных природных ядов на человека. Всплеск психоневрологических экспериментов над людьми пришелся на середину 50-х. Красная угроза сводила с ума многих заокеанских политиков. Они вылавливали неугодных им граждан и отправляли в психиатрические лечебницы. На этих людях тестировали различные военные препараты. Солдаты будут сходить с ума. Не надо их уничтожать физически, достаточно уничтожить их интеллект. И когда обезумевшие от боли и от потери в полностью ориентировке солдаты будут бродить по полю боя, это тоже уже выигранное сражение. Однако уже в конце 60-х по официальной версии подобные эксперименты в США были прекращены. Как оказалось, особой необходимости в них уже не было. Ведь в 70-м году американскими военными недалеко от Лос-Анджелеса было устроено первое искусственное землетрясение. А это значит, что климатическое оружие ХААРП перестало быть мифом. Армия США во время Вьетнамской войны провела уникальную операцию под годовым названием «Шпинат». И это было испытание климатического оружия в реальных боевых условиях. Это операция по воздействию на то, чтобы уничтожить рисовые поля, обречь на голод население. И тут и тайфуны вызывались, использовались какие-то методы воздействия на атмосферу, но тут были и отравляющие вещества, самые настоящие, которые запрещены. По рассекреченным данным, из военных архивов известно, операция «Шпинат» была долговременной и началась в марте 67-го. Американцы применяли различного рода химикаты, различного рода распыления для того, чтобы деревья теряли кроны, сразу менялся температурный режим в джунглях. Они делали все для того, чтобы вызывать искусственные ливни, что затрудняло действия вьетнамских партизан. Транспортные самолеты Си-130 и истребитель Ф-4 рассеивали над Вьетнамом в дождевых облаках едит серебра. Руководил операцией «Шпинат» доктор Дональд Хордис. Он лично отчитывался за результаты перед Госдепартаментом и Министерством обороны США. Это вызывало скачки очень, так называемое, атмосферного давления, погодные аномалии, появились ураганы. Это затронуло и Южный Вьетнам, но очень досталось и Северному Вьетнаму. Это было первое воздействие, которое можно было назвать самым настоящим погодным, пока еще не климатическим, поскольку климат, в общем-то, выровнялся с течением времени. Вот погодным оружием – да. Обильные осадки затопили рисовые поля и сделали почву непригодной для сельскохозяйственных работ. Была размыта знаменитая тропа Хо-Шэмина – сеть путей общей длиной 20 тысяч километров, по которым партизанам из Южного Вьетнама переправляли оружие. Однако уникальные изобретения, которые американцы использовали на этой войне, в Советском Союзе давно были поставлены на производственный поток в мирных целях. Юдистое свинца и парапана рассеет туман. А юдистое серебро, наоборот, оно вызывает обидные дожди. Вот я лично видел в Иранской долине. Использовалось это в сельском хозяйстве. Там мало дождя. И там стояли пушки. Это еще при социализме было. И они просто стреляли в облака, и там выпадал дождь. Совершилась операция «Шпинат» в 1972 году. А через пять лет в действие вступила специальная конвенция, которая запрещала использование на войне подобное экспериментальное оружие. Поэтому возможности этого оружия еще чем отличаются от ядерного и страшнее, что они в скрытой форме проводятся. Трудно иногда определить, это лаборатория для мирных целей или для военных целей. Вот это вот специфика в этом. Советский Союз не отставал в разработке уникальных методов уничтожения врага. О некоторых из них широкая публика узнала спустя несколько десятилетий. Агент КГБ Александр Кузьминов в начале 90-х бежал в Новую Зеландию. И в зарубежной прессе всплыли шокирующие факты об актерологическом советском оружии. Он рассказывал, что он принимал участие в установке в Австралии в районе военно-морских американских баз контейнеров с биологическим оружием. Это оружие надо было замаскировать, видимо, где-то там, ну, неглубоко в земле, да. И в случае мировой войны, скажем, с американцами, по команде, по радиокоманде можно было этот, как бы, источник вскрыть. И таким образом поверхность этой военно-морской австралийской базы оказывалась охваченной, ну, какими-то вирусами смертоносными. Вирус обладал уникальной проникающей и поражающей силой. Заражение происходило воздушно-кабельным путем, а смертность больных превышала 80%. Но почему все-таки климатическое оружие было признано самым опасным, разрушительным и эффективным? Какой ответ готовили Советскому Союзу американские военные? Что изобрел Никола Тесла для Третьей мировой войны? И невероятные искусственные землетрясения. Кто готовится уничтожить этот мир? Непобедимое оружие гениального физика. Он первый обратил внимание, что можно на ионосферу воздействовать искусственно. Вот идеи Тесла легли в основу вот этого фактора. Можно ли в одиночку захватить весь мир? Во время некоторых экспериментов были зафиксированы и падеж скота, и очень сильные головные боли, и сердечные приступы. Впервые тайна гигантского природного лазера. В итоге возникает точно такой же эффект, который возникает у мальчика, который взял уличительное стекло, и от солнечных лучами может на дереве выжигать какие-то фигурки или зажечь бумагу. И ядерное оружие восьместе. Отпрывает авианосец, Кресидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда, и реактор взрывает. Оружие Третьей мировой войны. Это касается вас.